Welcome, welcome, welcome. Игра номер 3 в этом Best of 5 Мессиве сейчас будет стартовать. Сплайсы отыгрались. Хотя, теоретически, они могли вообще лидировать 2-0 уже в этой партии, потому что первую игру они тоже выиграли, но проиграли её на жёсткой ошибке и камбэке от команды Шальки-04. Вторую игру они сами камбэкнули, но, если честно, прям угроза Нексусу не была организована со стороны Шальки-04. Они так и не смогли забрать на Шора, они так и не смогли нормально организовать тимфайт. Какую-то паузу нажали непонятную, сказав, что мы не слышим Сионовской ульты, а им ответили, я не чувствую ваш урон. Ну что ж, будет ли бан Кассиопей, будет ли бан Зои, потому что нюкдак последний раз хорошо играл только на Зои, такое впечатление. Сейчас показали нам моменты именно механической ошибки Лебланки, где он оказывается в кушку Моргана, это сам влез, и до этого попал ещё под Мязму. Кассиопей тоже самостоятельно, то есть это были реально ошибки Шальки-04 индивидуальные. Много слишком ошибок. И ещё интересный факт нам сказала Шук, она сказала вот что. Самое большое количество средних смертей именно сегодня у апсета на Декере. В среднем он умирает по полтора раза за игру, но сегодня он умирает по три с половиной раза за игру. И вот она та самая проблема. Всё в первой игре я вам рассказывал. Если сможет низкий одолеть нюкдака, если не будет Магнифисент, как говорится, апсет, команда Шальки-04 проиграет матч. Но если они будут играть просто так, как они играют обычно, то есть нюкдак спокойно побеждает линию без каких-либо крутых действий. Вспомним, это низкий организовал сплитпуш, это низкий на Кассиопей оказался сейчас монстром, а не Лебланк от нюкдака. Это апсет, который не может две игры подряд выиграть линию и умирать меньше, чем положено ему. И, конечно же, везде Чачи. Но Чачи выполняет свою работу, мне кажется, на ура. Да, у него была проблема небольшая в первой игре, где в какой-то момент Гнар начал его сплитпушить, но всё равно с командой смог организовать убийство. Ну ладно, посмотрим. Когда угроз нет, Нексусу можно и проиграть сплайсы, но да. Скорее, единственное, кто что-то пишет. И сейчас будет Тима на топ, вангую. Да, наивный наивняк. Вероятно, что будет Тима на топе примерно такая же, как то, что Диану возьмут в этом сплите. Бедная Диана или Анечка. Но, кстати, Анечку, может, ещё возьмут, потому что Анечке увеличивают длину. Да, ребят? А размер у Анечки стал больше. Анечка повзрослела. Анечка больше не тот ребёнок, которого я видел. Теперь у Анечки снова длинная автоатака. Будет в патче 8.17. Riot Games уже на ПБЕ тестят возвращение размера автоатаки Анечки 625. Кто не знает, сейчас у неё 550. И это стало с того момента, когда Анечка была занерфлена. А занерфлена она была в пятом, по-моему, это был пятый сезон, когда её и на чемпионате Китая, и на чемпионате Кореи, и на чемпионате мира играли саппортом, который просто аутрэнджит противника за счёт дальности автоатаки. И Ада Керри, и саппорта 625 у неё тогда было, как раз дальность автоатаки. Она просто била их издалека, они ничего сделать не могут. Подойти не могут, потому что она пропишет стан. И она просто разменивается, ну как разменивается, она безнаказанно вас бьёт. Вы в ответ даже заклинания в неё бросить не можете, потому что большинство заклинаний китается всего лишь на 450-500 рейндж, а она 625 вас бьёт издалека, как Джинкс или Кейтлин, понимаете, да? И вот Анечка была занерфлена, Риута сказали, ну, типа, мол, Анечка не из-за этой автоатаки такая крутая, давайте просто автоатаку ей понизим, чтобы не было так круто всё. А она всё равно останется хорошим саппортом. Знаете, что произошло с Анечкой с тех пор? Её популярность в 25% на ботлейне понизилась до 0,25% популярности на ботлейне. Она вернулась на роль Медера и даже там не тащила. Риуты, конечно, пошутили. Ну и вот спустя 3 года они такие, по-моему, мы и вправду намудрили тогда с ней, и решили вернуть ей рейндж автоатаки. Но это будет в патче 8.17. Мы же с вами играем на патче 8.16, и сейчас у нас здесь патч 8.16 с открытой Акалией, поэтому Акалия вынуждена банить команду Сплайзе. Сплайзе забирает себя на фирспике Райза. Это уже не переход хода, это реальное выстраивание сетапа. И опять увидев Браума на той стороне, правда на этот раз Браум там не один, а с Олафом, и комбинацию можно выстроить очень сильную, Браум Олаф. Они забирают Моргану. Грагас также был взят, ну, потому что там всё равно Олаф, мол, не так страшно, но если что, Грагасу сложнее с Олафом, чем с Трандлом. Да и сами Трандла забанили команда Шальки, так что, наверное, из-за этого Грагас так открыто может не бояться, что может появиться что-то ещё здесь страшное для него. Ну вот Синдра добавляется, контроль маг на мид, Браум всё ещё неизвестно с кем будет стоять на боте, но я бы на месте команды Сплайз убирал сейчас Варуса, и убирал Сивирку, которая здесь-то опасна. Вот серьёзно, Сивир под Олафа, Сивир под Синдру и под Браума, это круто. Джин, ещё и Джина выключает. Точно Сивир надо банить. Вот прямо Сивир это без вариантов. Сразу бан Сивир в первую очередь. Там ещё и Джина забанили, потому что Джин себя хорошо чувствует против Сивир на линии. Потом, конечно, и проигрывает, но но они убирают Чагата. Ну, типа, тоже комбинация с Визичачей, комбинация с Браумом, это понятно. Ну, а Шальки сейчас забанят, смотрите, Ван Гуэ, это будет бан Люциана, либо какого-нибудь подобного чемпиона, очень сильного в early game. Это не будет бан Эза, потому что Эза они не боятся, им плевать на него. И они ещё должны, по логике Шальки, сохранить Вейн. Ха, это странно. Чего? Это что такое? Так, тренер Гуэлл Хота, ты в курсе, что Вейн работает только, если вы, идиот, и берёте чемпиона, который не может его убить? Её убить, прошу прощения. Кто берёт вообще Вейн и банит? Что это такое? Как можно вообще на Вейн потратить бан? Это примерно как потратить сейчас бан. Вот, ну, давайте забаним Эко. Ведь вроде Эко побеждает Синдру, а вдруг всё же это Райс на топе, и Синдра, ну, не знаю. Нет, только не Эзо, ну, вы же проиграете. Вот, вот, вот уже в правильном направлении начали мыслить. Да, это вот правильные чемпионы. И Северка среди них тоже... Ну, только не Эзо, что вы делаете? Шальки. Шальки неинтересно играть в Лигу Легенд. Им интересно играть в Лигу... Ну, я не знаю. Мне не нравится всё, что они делают в сегодняшней серии. Мне не нравилась их победа на сплит-пуше. Это скорее ошибка сплайсов, а не победа Шальки. Мне не нравилась их вторая игра, где они ужасную комбинацию сделали, и не смогли додавить оппонентов, проиграли. И сейчас то же самое. Забираете себе Эзо с Браумом на бот? Ускорения нет для всей команды, то есть непонятно, как Оллов с Браумом будет добираться до тимфайтов, и кто-то должен подвезти туда на машине. Может, это Клет? Может, Клэда они возьмут на топ-лейн? Ну, это так, я фан-арты всякие вспоминаю. Ну, Гнара выбирает у нас у Дамния на топ-лейн. Хороший добротный пик у команды Сплайс. Может быть, Гнара можно было заменить на... Ну, Сиона не обязательно брать того же самого, которого он в предыдущей игре играл. Ну, такое подобие стабильного топ-лейнера. Типа, Гнара можно было взять и другого чемпиона. Ну, они взяли Гнара так, ну, и сейчас сюрприз. Давайте. Что будет за сюрприз у нас? И Лаои? Маукай. Маукай против Морганы? Серьезно? Маукай против Морганы. При этом без Трандла. Если в первой игре у вас хотя бы Трандл был, или это не у них было, а у Сплайсов был Трандл, я уже не помню, у кого из них был. Ну, там хотя бы был Маукай Трандл комбинация. Кей. Ну, ладно. Поглядим. Давайте. Не будем пока загадывать наперед. Попытаемся оценить то, что здесь выстраивать пытается команда Шальки 0-4. Это три танка два керри. Причем я всегда вам говорил, что три танка два керри работают только в сетапах, когда у вас контроль маг на миде и гиперкерри адекерри. И к этой фразе уже привык, настолько я быстро могу проговаривать. Контроль маг у них есть на миде, а вот гиперкерри адекерри они не получили себе. Та же самая северка, про которую я вам говорил, она здесь просто муа, муа, как заходит. Кейтлин, муа, как заходит. Но Кейтлин, она хуже зашла бы просто под комбинацию со всеми чемпионами, но она гиперлейтгейм адекерри, все отлично у нее. Джинкса бы зашла, Кагмаф бы зашла. Кстати, Кагмаф очень хорошо здесь заходил, как раз за счет Маукаи вы цепляете одного игрока, Синдра прописывает станы, Кагмаф поехали, Варус бы неплохо зашел, но точно не Эззу, но посмотрим. Это поукс этап, Маукаи кидает саплингов, олаф топоры, Синдра шары, Эззе бром в своей кушке. Кстати, да, я просто не шарю, ребят, это был поукс этап, оказывается, от команды. Тут у нас Гульхока что-то рассказывает. Ну что ж, я концовочку услышал, у него Тревер Генри спросил, что за говно вы тут набрали, он говорит, что мы видим, как Сплайс изо всех сил пытается играть против нас 1-3-1 сетапы, и мы решили в этой игре собрать жесткий мидгейм, в котором мы будем иметь инициативу. Все, что нам нужно сделать, это пофиксить наш сноубол исполнение, то есть в предыдущей игре они сноубол провалили, минус кассинг, флэш. Кассинг? А, у него клинс? Ну все, он флэш придется тратить. Ну, ладно, вместо одной самуниш спеллэр решил потратить два. Возвращаемся к Сплайсам. Что же у них, ребят? У них 1-3-1 в начале игры, в дальнейшем это будет 4-1, понятное дело. Ну, это стандартная схема, когда вы играете через райсу, он какое-то время единичку вашу исполняет 1-3-1 сетап, то есть все верно сказал Гуэлхота. Единственное, его понимание того, что они делают командой своей, мне не совсем ясно. По какой причине он считает, что Маукай это early game pressure champion, по какой причине он считает, что Браум это тоже early game pressure champion. Английские комментаторы троллят, говорят, у Нюкдака появилось еще два новых чемпиона относительно сегодняшнего матча. Он, оказывается, еще сыграл двух чемпионов. До этого он не играл Лебланку, оказывается, на чемпионате Европы и сегодня он ее сыграл. И сейчас добавил еще себе Синдру, который тоже не играл. Теперь у него не 15 уникальных чемпионов, а вместе с плей-оффом 17 уникальных чемпионов. Самое большое среди всех медленеров, когда-либо играющих в сплиты. Но зато он вышел на первое место, ребят, самое большое количество разнообразных чемпионов. Если честно, ребят, если честно, я помню, что в этой статистике был Олексич раньше в Европе. Может быть, Капс его перегнал в каком-то из сплитов, потому что Капс тоже любит много чемпионов играть, но Олексич там где-то в топ-3 точно попадал. И вот вполне вероятно, что только что Нюгда к своим пикам Синдры выгнал Олексича из топ-3 самых разнообразных медленеров чемпионата Европы. Надо это посмотреть в общей статистике на Википедии, сколько разных чемпионов за сплит брал Олексич. Там в районе 15 тоже было, или 14 у него было. Так что, да, книга рекордов Гиннесса ждет Нюгдака. А Капс сейчас на это все сидит, смотрит и думает, как так-то? А я со своими 15 чемпионами куда теперь? А никуда я со своими 15 чемпионами попасть не могу. Надо в плей-оффе, значит, отыграть за три игры трех разных чемпионов. Но у Капса не так много игр осталось на самом деле. Они уже в полуфинале, если они полуфинал проваливают, то это всего три игры. А если, ну, может быть, от трех до пяти, если проход через полуфинал, то в финале еще можно будет поиграть. То есть количество игр, конечно, тоже влияет. Попытка здесь была загангать низкого, ну, для низкого. Именно то произошло, что в прошлый раз, мне кажется, должен был делать Грагас с Синдрой. Не, подождите, там был не Грагас, там был Трандл против Райза, да? Я пытаюсь вспомнить, как там матча был. Там был Грагас плюс Синдра, да, Грагас плюс Синдра был, а Синдра как раз-таки игралась против Трандла, Вот они тогда этого не сделали. Помните, да, в первой игре такой момент, я рассказывал, что джанглеры не хватало немножко Райза, потому что в этом матчапе главное, кто больше получит гангов, так как это абсолютно скиллбейс считается матчап, то есть 50 на 50, и кто получит агрессию от своего джанглера, тот и выиграет, скорее всего, эту линию. Ну да, Трандл плюс Райз был, все верно. Райза там убили два раза, и за сноуболи дальше не получилось у команды Сплайс. Сплайсы же тогда играли как раз Синдрой. Ну да, Синдрой тогда еще никуда не мог сыграть, потому что Райза только показал. Ну что ж, вот такая у нас интересная теория, но я про то, что Грагас сейчас сделал ганг, и соответственно, отсутствие гангов от Амейзинга могли только что проиграть линию Синдры, которая потеряла QSS у Клинца. Поглядим, как это будет работать дальше. Ну а я вернусь к обоснованию того, почему же все же Сплайсы сильнее. Ну вот Амейзинг, правда, в этот момент делает инициацию. Что происходит? Они Кассинга пытаются убить, понятно, что у него нет флэша и Клинца, но выглядело это из рук вон плохо. В этот момент Визичачий цепляется за Удамни, Удамни пытается закайзить, Визичачий флэшится, дает подкидывание по Удамни, и Удамни вынуждена отфлэшится тоже в ответ, урона не хватило. 40 хп осталось Удамни, в этот момент Низкий цепляется за Нюкдака, отфлэшивается, Рун Призон, Зоргт прыгает и минус Нюкдакус. Нюкдак не смог отфлэшиться в ответ, а куда он здесь денется, когда флэш на флэш был всего лишь разменен. Беда не приходит одна, как говорится, не один только раз сделал лол ин. Много сразу экшена произошло на карте, но это всегда определенный экшен, я вам много раз про это рассказывал. Если происходит, вы в сулуку тоже мотаете на ус, если где-то произошел ганг, это означает, что вас гангать сейчас никто не будет. Ну, если вашу команду загангли на боте, значит гангать вас никто не будет. И вы можете сделать лол ин, если у вас есть такая возможность. Именно из-за этого Низкий вместе с Зоргтсом тут же организовали лол ин по Нюкдаку, а вот Нюкдак как раз таки не знает этого теории. И у нас проблема здесь у Амейзинга, Зоргт его окружает, и он бежать никуда не сможет. Килл зарабатывает, после этого идут на Визачач, у которого нет флеша, но у Низкого нет маны и он, видимо, знает об этом. Очень хорошо отыгрывает команда Сплайс. Вот они знают матчапы. Мне кажется, что Сплайсы лучше поднимают чемпионов. Они хуже, может быть, играют по макро, хуже играют, может быть, по объектам даже, потому что у них какая-то направленность только на драконов идет, а вот вышки это не их на Шоры это не их. Видите, они только драконов забирали. И то это было только в первой игре, во второй игре уже не так сильно даже по драконам работали. Но именно понимание матчапов и чемпионов у них лучше отрабатывается. То есть они понимают, что Браун с Эзом это чушь, и можно просто взять Моргану и победить эту линию, и взять любого абсолютно адекерия, и он превратится в монстра. Они знают, что в матчапе Райз против Синдры здесь абсолютно равенство, и кто придет гангой, тот и будет победителем. Ну и вот сейчас они поймали там Амейзинга, который по вардам отправлялся в Красный лес, они знали, где он окажется, и Амейзинга убили. Еще становится 2-1 в пользу команды Сплайс. Шальке не очень пока что отыгрывает вот именно шалькевский джанглер, это я хотел сказать, не очень отыгрывает вообще всю партию. Если у Нюгдака были свои взлеты и падения, если у Апсета были тоже взлеты и падения, то Амейзинга, как и Вандера, я вообще не вижу в партии. Он есть вообще? Он играет? Вот он только что побегал, нажал ботинки опять продаторские, по-моему, или он не нажимал вроде по анимации. Было нажатие? Хотя нет, КД у него на середине, значит, он не нажимал их. Это мне показалось. 2-1 так и остается. Шальковский джанглер весь сплит так себя отыгрывает. Ну да, на Амейзинг он скорее как шук-эффект. Вот за счет эффекта остается в команде шальки 0-4, а вот именно по индивидуалистике он сейчас слабенько бегает. А я все не успел вам договорить про сплайсов лейтгейм. У них он сильней. Мидгейм, кстати, я бы тоже отдал за ними. Понимаю прекрасно, что тут Эз, Синдра, Олаф, но я не вижу, как это все координировать. Понимаете, это одни из самых медленных чемпионов в игре. Не в смысле скейлинга, а в смысле вообще передвижения. Синдра не умеет прыгать через стенки, поэтому ей, чтобы организовать какую-то битву, нужно попасть своим станом. А пока ты это все сделаешь, уже год пройдет. У Эз, ладно, он жутко мобильный за счет своей ульты, может еще издалека где-то давать урон, потом кушками прыгать, ешка, все дела. Олаф может только за счет ботинок, то есть у него каждый раз, когда есть ульта, каждый раз, когда есть предметизация, он тогда может что-то организовать. Маукай так вообще будет привязан к топлейну. Как вы его будете использовать, непонятно. Сплайс в очередной раз забирает дракона, в очередной раз Сплайса его проигрывают. И получается, что у Сплайса по чемпионам хуже мидгейм, хуже лейнинг фаза, хуже мидгейм, но не сильно, там где-то 60% за шальки. Но учитывая, как шальки сами играют, можно точно сказать, что в мидгейме ничего не произойдет плохого для команды Сплайс. Они спокойно организуют 3-1-1 и будут спокойненько продолжать фармиться. Вопрос только о драконах. Но учитывая, что они сейчас даже этого дракона забрали, которого, кстати, по секрету вам скажу, Олаф забирает на третьем уровне. Тем более, что это был Инфернал. Грустно, там Инфернал. Это дракон самый простой для забирания. Я уже много раз вам про это рассказывал. А Ниски у нас делает ротацию. Повезет чаще, чаще, что-то здесь какая-то херня происходит. Ребята, можно мой мидер и джанглер, они как бы будут в игре, в одной и той же, в которой я. Но это какой-то стомп начался, потому что вы побеждаете чемпионами, которые слабее в эрли-гейме-то и в мид-гейме, но вы их уже побеждаете. И у вас еще и лейт сильнее, там, порядка 70%. Тут очень похоже на 2-1, но 2-1 имеется в виду вот сплайсы победят в шарке. Хотя, Нюкзакус приходит, даже ассист не зарабатывает. Пытается Коба здесь выжать. У него нет флэша, нет телепорта. Он здесь обречен. Зуркс будет пытаться подойти к Коба. Есть ли ульта у него еще? Да, есть ульта. Он ультой пытается отпрыгнуть. Делает неплохой прыжок и зарабатывают они один килл. Один в один, но низкий сюда подходит. У низкого нет, к сожалению, сейчас ульты, чтобы перехватить игроков. Скорость передвижения есть. Он прыгает флэш. Рум призен минус Синдра. Зуркс прыгает. Нечем ему задеть врагов. У него есть флэш, смайт, но там далеко они уже ушли под вышку. И, ребята, команда сплайс организовывает еще одно убийство для себя. Это 2 убийства за 2. Нам показывают повтор, как Райз организовал килл на топе. Во время улына визичачий тут же уда мне дал по нему ульту. Это был как раз врыв Мегагнара не самый выгодный, как мне кажется. Вообще, размен тут не самый разумный был. Ну и здесь Шальковские. Я не совсем понял, куда они шли, что они хотели там сделать, но они могли подпушить, просто у них были бы крепы тогда. И не пришлось бы Вандеру стоять и вытанковывать эту вышку 3 автоатаки. Сначала он протанковал. Сейчас надо будет танковать кому-то, кто падет вперед. Это начал делать нюкдак. Коба уходит в сторону, прыгает ультой на увороте, чтобы получить щиточек. И Браун дает, ой, извините, не Браун, а Грагас дает свою ульту и зарабатывает убийство. Ну и низкий здесь классно сыграл. Кстати, я не понимаю, почему Вандер его не прикрыл? Вандер еще и хилл был. Странный ход какой-то был от Вандера. Как и странный ход был от нюкдака. Но он вообще мог спокойно убежать. Сказаву, Браун, прикрой меня просто и все. Кушку там кинь. Ну ладно. Не, Шальк это неплохой такой. Как бы вам сказать, этим пиком можно выиграть. Я это могу признать. Это не самый плохой пик, который мы с вами видели в Европе, там в Америке. Да и не только в этих чемпионатах. Там даже корейцы с китайцами иногда такую муру берут, что ты смотришь и не понимаешь, то ли ты плохой аналитик, то ли кто-то не понимает, как играть вообще в Лигу Легенд, что такое мета, какие мета пики есть, какие синергии есть между чемпионами. Здесь-то синергия гипотетическая. Маукай с Олафом хорошая синергия. Два танка инициатора, один магического урона, другой физического урона. А Маукай будет собирать себе КДР, должен собирать себе КДР. Ну что он делает, визичачий. Ты должен собирать себе КДР, а Олаф должен сейчас уходить в Райт Лос Глори. Олаф будет как раз тебя доводить до этой битвы, а ты будешь за счет своего КДР и танковости выживать. Зачем тебе Санфайр вообще? За счет магического урона фармись. А он собирается фармиться за счет Санфайр. Ну это тоже магический урон, но я имею ввиду другой немножко. Руны вроде бы правильно оба взяли. Нюк Даг, который играет на Синдре. Синдра неплохая вместе с Моукайем, про это я говорил. И вот здесь вот как раз таки и включается режим. Как усилить Синдру? Элементарно, ребят. Надо просто взять саппорта, который будет давать контроль вместе с ней. Браун годится под нее? Годится. Годится под нее Моргана, допустим? Тоже годится. Ну то есть Синдра с Брауном это нормальная тема. Ну и вот здесь вот вопрос, как там усилить тогда наш бот-лейн? Браун уже определенно точно должен быть в нашей команде. Мы так продумали. Мы играем 3-2 сетапа. Это 3 танка, 2 керри. 2 керри каких? Контроль маг. Есть. Гипераде керри нужен. Варус, Северка. Все. Победа. 1 эз. Опять не туда идет. Опять одним эзом они все портят. Зачем-то берут этого из реаля, но я так и не понимаю зачем он им нужен. То есть он в предыдущей партии сыграл отвратительно. Как будто тренер говорит ну дам тебе еще один шанс. Не надо давать шансы. Пусть идет на Северке, Моукай говорит, я буду бить лица. Пусть Олаф собирает КДР. Я не из таких. Ну, может и так. Ну, я думаю, Олаф соберет себе. Райт Лос Глория все равно вторым предметом. Джин Гиперкерри. Джин, это скорее early game pressure такой. Ютилити. Чемпион. Ну, правда, Варус тоже ютилити. Просто у Варуса посильнее лейтгейм, чем у Джина будет. Джин с Браумом синергию имеет. Имеет синергию, конечно же, Джин также и с Синдрой. Ну, у нас тут размен вышка на вышку. ФБ уходит за командой сплайс. Но у Джина есть маленькая проблема. Он вообще не синергирует. То есть, ладно, надо это слово уже исключать из лексика. Он слишком часто его произношу. Он плохо комбинируется, Джин, вместе с Олафом. Вообще никакой пользы не дает ему. То чисто, когда у тебя ОТПС. У нас там, не знаю, что там за ОТПС. Коба просто убивает Олафа, остается в живых. Пошло какое-то мясо со всех сторон. Кто-то куда-то впрыгивает. Команда сплайса организована, убивает по одному игроку. Команда шальки 0-4. А шальки такие. Сначала побьем немного Грагаса, потом побьем немного Коба. Потом можно и на кассинга переключиться. И в итоге, ребят, никого не не убили. Вандеру надо на W прыгнуть к нюкда. К нюкда говорит, я не подойду. А вот не подойду. Он говорит, я, ну друг, дай мне W-то нажать. Не-е-е. Вот ты меня не прикрыл, я не подойду. Да не, на самом деле, скорее всего, там было КД на W у Браума, поэтому он не смог к себе туда добраться. Да-а-а. Давайте посмотрим. Повторчик. Как все пошло. Геральтка была вызвана на мид. Команда сплайс сломали вышку. Маукаи откуда-то там с трех экранов дают ульту. Вообще непонятно во что и куда. Делает врыв здесь Браум, но без ульты. Через щит. После этого дают ульту, а не позор, кто тот уходит в свою жоню. Потом только дает Wander свою ульту. А можно еще более хуже скомбинировать все, что у вас и так плохо. Да. Не, ну Джин фактически, конечно, он будет давать автоатаки и солофом будет работать. Просто слово синергия, мы помните с вами дефиницию этому слову нашли на прошлом стриме. Ну, там, может не на прошлом, на каких-то из прошлых стримах. И дефиниция это... Ну, то есть что такое синергия? Синергия по факту в Лиге Легенд это то, что твой чемпион без этого чемпиона сделать никогда не сможет. И Олаф, понимаете, он сможет наносить урон точно такой же, что будет Джин, что не будет Джин. Олаф сможет точно так же топорами попадать, есть там Джин или нет Джина. Но вот Северка Олафу даст такое ускорение, под которым он будет забегать в любого абсолютного игрока и в любой непонятной ситуации убивать. Ну что ж, ребят, у нас здесь только что килл произошел. Вот ошибка небольшая от команды Сплайса. Райс без позиции оказался. Легкий стан прописал по нему Визичачи через W, правда, через флэш это он сделал. И в этот момент Синергия дала по нему ульту. Но все это время еще и Сплайса на боте терпели количество численное преимущество команды Шальки 0-4. Зоркса сейчас вылавливают. Визичачи собирается делать тавердайв, сразу же Дисенгейдж дает у нас Зоркс, делает инициацию. Чачик по Визич... Чачи в беде. Удамник его просто застанил обвышку. Визик так и не ворвался. Я сказал, что он делает врыв, а он просто побежал, решил по ровной траектории. И в итоге у нас получается бэкается Моргана, чтобы помочь защищать эту вышку. А в этот момент вышку на топе даже две подряд. Коба вместе со своей командой продавил. 9-5 он останется. Счет по вышкам 5-2. Вроде хаотично играет Сплайса, но при этом это все им гигантский плюс уходит. Потому что каждый размен, вы знаете, лейтгейм сетапа, они чувствуют себя прекрасно, если они постоянно размениваются. Именно размениваются. Не так, что они теряют. Или теряют чуть меньше, чем должны были терять. А именно размениваются. А здесь так и происходит. Вы убили вышку, мы убили вышку, вы убили нас, мы убили вас. Ну, в этом плане есть ловушки Джина, чтобы давать замедление. Нет, я согласен, что можно Джинам давать ловушки, замедление, но насколько реалистично вот это ты сам себя послушай. Ловушки Джина, чтобы дать замедление на забегающего в дальнейшем Олафа. Это как-то совсем с другого экрана все идет. Когда можно просто взять Сивирку или Варус или Ашу, которая просто ультой застанет человека, забежал Олаф, убил этого человека. Сивирка дала ускорение ему под нереальным ускорением, ему не надо это тратить деньги на Райт Лос Глори, и все будет хорошо. Я просто расслуждаю совсем теоретически. Не, ну если совсем теоретически, да, тогда даже Твич будет хорошую синергию иметь с Олафом, потому что Твич, выходя из Инвиза, может дать автоатаку, потом Боттерка поражать, замедлить врага и поехали. Ну это, конечно, такие Ешки. Ну и кстати, Ешку одно время даже максили Джину, вот именно для мидгейма делалось это. Люди специально максили ему Ешку для того, чтобы их расставлять и вейвы очень легко клеерить, то есть вы просто не даете подойти к репам под вышку, потому что они постоянно об вашу Ешку умирают. Грибы Тима классно тогда синергию имеет с Олафом, да? Грибы Тима тоже замедляют. У нас косплей идет небольшой от команды Шальки 0-4, точнее даже это не косплей, не то слово использовал, а флешмоб. Один собирает у нас юбки, другой собирает у нас рубашки. Вот такие дела. Когда такое происходит, мне кажется, это как тот момент, когда Джанглер идет забирать рапторов, он уже сдался, не рапторов, а этих големов, он уже сдался просто в матче. Ульта Картоса с Рулаем, отличная комбинация с Олафом. Ну, ульта Картоса вообще топовая тема со всеми чемпионами. Юбки, ну да, вон, две юбки у Маукая, смотри. Две рубахи у Олафа и две юбки у Маукая. Маукая, он как бы не в курсе, что КДР нужно собирать. Ну и вправду, зачем оно ему нужно? Боттерка нету. У Дамни, у Дамни опять у нас не хочет это делать, как в предыдущей игре. Хотя купил мечик, возможно, этот мечик направит его на путь истинный. В предыдущей игре, напоминаю, он пошел через Фроузен Маллет с третьим предметом и закончился это не очень хорошо, потому что Фроузен Маллет предмет был неплохой, но из-за этого у него была танковость именно арморная, очень низкая. Он начал собирать дальше Рандуина, а Рандуин ему не помог, а они проиграли игру. Какой к черту плащ эта юбка? Вот сейчас плащ появился. Из каждой юбки можно сделать плащ. Вообще-то наплечники. Вы что, не смотрели никогда фильм Д'Артаньян «Три мушкетера» советского производства? Вон такие наплечники они одевали, ходили. Какой-то к черту капюшон. Это юбка, которую вы надеваете на плечи. И покрываете иногда этой юбкой голову. Но это не капюшон! Я вот еще смотрел этот Робин Гуд фильм. Подождите, вот здесь войнушка началась. Там Робин Гуд тоже был в юбке. Врыв здесь идет отвезти чачи. Хорошая ульта по трем игрокам, просто что-то все пофлэшивались. И очень поздно подбегает команда Шальки-04, потому что Грагат сделал шикарный диссонгейш, влетает Брау, Грар, и он убивает только одну, лишь Синдру, и эта партия заканчивается. Закончили упражнение Шальки-04, 2-1. А ведь теоретически счет мог быть уже 3-0. Робин Гуд и парни в трико? Да, тот самый, тот самый фильм знаменитый. У нас собирается сразу три объекта забирать. Команда Сплайс, они трех игроков, нет, четырех же игроков сюда отправили, тогда два объекта. Только я подумал, они хотят сломать ингибитор на топе, один вроде пошел уже на верхнюю сторону, но там очень быстро Маукаи воскрешался. Низкий в этот момент сражается с Драконом, еще одним объектом для своей команды. В этот же момент у нас забирается на Шор, и команда Сплайс выигрывает эту партию. Счет ценится 2-1, но это не Б-103, это Б-105. Подожди, какой, сейчас ты увидишь ульту Маукаи. Здесь классно, Дисенгейдж дал у нас Грагас, потом замедлил. Вот она, ульта Маукаи, которая стянула нескольких игроков, но, к сожалению, только среди нескольких игроков оказался только один. Если бы он дал под таким углом ее, ребят, под таким углом, кстати, тоже можно было давать за Маукаи ульту, ну, то есть, давайте по мини-карте, это слева направо, если бы он давал ульту, он бы задел всех игроков команды Сплайс, но он решил давать снизу вверх ее и задел только одного Кассинга, который, кстати, на себя Блэкшилд набросил, бывает и такое. Наверное, поэтому всего лишь 800 урона нанес Маукаи. Но зато Эс, видите, топ-1 урона. Да, он пейпер, и все верно. На бумаге, говорят английские комментаторы, даже не на туалет, а просто на бумаге. Сплайсы должны уже выигрывать эту игру. Ну, они говорят, что в прошлой игре они тогда камбэк провалили, тоже когда были на синей стороне, но что-то здесь, знаете, до камбэка далековато, тут даже вышки еще не потреплены у них, ингибиторовские, они уже с нашором. Сплайсы научились играть? Нет, мне кажется, это шальки у них, какое-то помутнение, рассудка идет. У тренера помутнение, рассудка, не апсету, в каждой игре дают Эза, непонятно зачем. И нюкдак, ну, вообще не нюкдак. Нюкдак на Лебланке, на Леблан, играл как Леблан, и сейчас играет как полный нюкдак. Как даже английские комментаторы его шуточно назвали нюбдак. Нас тут поймали Гнара, но это минус ингибитор на топ-лейне, и после этого еще ингибитор на миде, скорее всего, потеряют. Ну, потратили на убийство Гнара все инициации, то есть они даже здесь не смогут сплайсов поймать, хотя нюкдак прописывает 100 аномима игроков. Кстати, не сломали ингибитор на миде, что-то как-то медленно к обе с кассингом туда подходили, даже райс дал ульту, чтобы крипов перекинуть, возможно, крипов не было просто. Апсет похож на эзо, поэтому ему берут эзо. А кто у нас еще блондинчик в игре Лига Легенд есть? Может, есть там получше чемпион блондинастый? В клиенте Лола сообщение Год утки. Да, все верно. Год утки. Это Дефишо хайпит команду Шальки 0-4, намекая на то, что нюкдак в этом году должен стать лучшим медленером чемпионата Европы. Но я расскажу вам секрет, чтобы стать лучшим медленером, нужно пройти как минимум в полуфинал. В противном случае твою кандидатуру даже рассматривать не будут. Статистика от команд, которая ниже находится по рейтингу, не рассматривается. Так что, если они сегодня проигрывают, то все и Апсет, у которого сейчас лучшая статистика среди Ады Керри, и нюкдак, у которого статистика номер 2 после капса, они даже рассматриваться не будут. Тима Блондин. Орн похож. Орн похож. Орн похож на Апсета. Надеюсь, тебя никогда не заставят заниматься кастингом к фильмам. Есть снимки на кого угодно от Катсплейт. Есть Сникки, да, кого угодно от Катсплейт. Сникки он такой. Не так много с Бароном заработал команда Сплайс. Орн похож на тренера Шаркинг. Кстати, да, если так задуматься. Бест оф 5. Бест оф 5. Три дракона, два из которых Инфернал. Низкий тут развлекается, по боту идет. Но нюкдак, может, его сейчас убьет? Нет. Побоялся давать фулл прокаст. Нюкдак, потому что он знал, что там еще успеет низкий накинуть на себя щит и одновременно с этим эта ульта нужна в тимфайте. Но, может, это была единственная возможность его убить. О, да, мне стамп прописан. Ну, вот здесь-то надо давать. Нюкдак, ты только собираешься немножко теребить противника, да, убивать их не хочешь. Он одним своим станом, ребят, снес больше половины здоровья гнару. Все, что оставалось сделать, это нажать одну кнопку уриу. И, скорее всего, это минус флеш, как минимум, был бы от удавни. А это уже плюс. Но он только теребит их. Гнарчик немножко животиком почесал, а райзе по головке погладил. Да, и опять молот собирает удавни. Видимо, главный тренер команды Сплайс не увидел никаких проблем в этом билде в предыдущей игре. Я еще раз скажу, Фроузен Малет нормальный предмет, но после Боттерка только. Какой смысл его раньше собирать не имеет? Я не вижу, не вижу этого смысла. Я, может быть, вижу этот смысл, если ты собираешься только тимфайтиться, то есть ты не собираешься один на один ни с кем воевать. И тогда ты, типа, Витцент заменил на Боттерк. У тебя один предмет только на фулл такой, он хит эффект и все. Но если ты спритпушит собираешься, Боттерк должен быть один из первых предметов. Коба у нас тут вперед пошел, по Бандеру дал автоотачки, но урона от него не прошло, потому что слишком много армора уже собрано у Бандера. Видите, у него там Заки есть, кстати, с кем он ее объединил. Надо посмотреть, с Эзом объединил. Мне иногда кажется, что игроки не читают описание предметов, если честно, а просто собирают его, ну, по стоку-посколько. Его собирают все, и я тоже буду собирать. Вроде хорошая статистика, там, 10% КДРа, армор, магия, мана, в смысле, дается. Но просто в описании этого предмета сказано, черным по белому, вы будете комбинироваться с ультой вашего союзника. Он дает ульту, у тебя появляется урон, ты даешь ульту, у него появляется дополнительный урон по тем, кто вокруг. Какой к черту игрок будет вокруг Эза стоять? Ну, то есть, Заки кидать, конечно, надо на Адекере, в которых влетает, но Эза-то независимый. Конечно же, надо было давать здесь либо Маукай, либо Олафу, это чтобы вокруг них хоть что-то появлялось. Какой смысл это? Как я, вы знаете, это тоже Найт Вов. Собирает Найт Вов и такие, хм, кому бы дать Найт Вов? По логике надо давать Эдекере, ведь все дают Эдекере, только есть Эдекере, которые совершенно независимые. И как раз выгоднее тогда его дать какому-нибудь твоему мидеру-ассасину, твоему джанглеру-ассасину, чтобы поглощать урон, который по этому ассасину идет. Ну, допустим, у тебя джанглер Эвелинка или там мидер Физ. Дай ему Найт Вов. К черту этого Адекере, который на Эзе играет. Он и сам вместо тебя выживет. Да, усиливает автоатаку. Ну и что дальше? Ты думаешь, много автоатак будет Эс давать после ульты? Давай вместе посчитаем в тем файте, сколько он дат. Кстати, Амэзинга убили только что. Бывает такое. Там усиливает автоатаку и урон вокруг людям накидывает. Все верно. А теперь давай, но это только тем, кто вокруг находится апсета. Апсет после того, как нажмет ульту, никого даже бить не будет. Чаще всего. Он дает ульту на отпушивание крипов. И Браунс этого спрашивает, а зачем мне это вообще? Зачем я вообще тебе это дал? Причем Грагас без Электрокьюта? Ну это для начальных гангов. Тем временем, ребята, у нас попытка была команда Спайз забрать на Шора. Они убили Амэзинга, но на Шора брать побоялись, потому что все же здесь визичачи и Эз довольно опасные. В этот момент Райс у нас продолжает пропушивать Синдру. Синдра пока не способна его остановить. И тут же начинает Спайз начинать делать на Шора. Вот он, пошла ульта. Давайте считать автоатаки. Сейчас упрокнул у него. Вот сейчас упрокнул у него Заки. Вот дал автоатаку по крипову. Сейчас у него лапки поменяются, цвет и закончится Заки. Чуть не меняется цвет. Это, видимо, не от Заки. Пассивка сейчас висела. Видимо, он ее потратил еще до этого. Но здесь и врыв, кстати, пошел ответочный от команды Спайз. Спайз цепляются. И минус Маукай. Маукай, конечно, попытается какое-то время еще пожить. В этот момент Райза убили один в два команда Шаркина. Четыре там на маленьком повторе нам снизу показывают. Справился Олаф вместе с Синдрой с этой задачей, но это все не поможет. А, наоборот, там подсказывают мне, что это не... Заки сработает, если Браун даст ульту, а не Эз. Ну да, да. Ты прав. Я читаю. Это Эз, если нажмет ульту, ничего не поменяется. Да, да, да. Все верно. Да, ульта того, кто его собрал, а не ульта того, кто... Ты прав, прав. Здесь я не прав. По поводу... Он все равно после ульты Браума тоже не будет давать автоатаки. У нас здесь олл-инчик. Кстати, по нашуру могут команда Шальки сделать. Они Райза-то убили, потеряли за это Маукай, но у Маукай есть телепорт, у Райза-прот тоже есть телепорт. Мне кажется, все очень плохо для команды Шальки здесь сейчас закончится. Пойдет финальный ол-ин сейчас от Зоргса вместе с Уданью. Пошла телепортация. Райза все еще ждут. 4 секунды до его появления. Кассин кидает кушки, промахивается. Пошла эзовская ульта. Задевает толком никого. И Зоргс собирается туда запрыгивать. Ой, как много урона уже получила у нас команда Шальки. Но 4 прыгает Коба. Снимает на себя сразу несколько ультов. И врывчик идет от Зоргса. Убивают они Амейзинга. Можно закончить на Шора. Можно убить противников. Можно делать все, что хотят. И команда Сплайс выбирает самый простой вариант просто забрать на Шора без погони за апсетом и остальными. В этот момент телепортацию нажимает туда мне, чтобы сразу продавливать. Коба тоже туда жмёт телепортацию. А там отменяют. Там, кстати, реколы этой команде Шальке убили Аниеза, который пытался в кустиках улететь. Видимо, Кассенкова поймал кушкой. Ну что ж, счет 2-1. Хотя бы здесь все логично закончилось. Да, Нюкдак говорит, не нравится мне этот матчап. Но этот матчап в предыдущей игре был наоборот. И вы помните, Райс тогда смог победить Гнара в конце игры. Как раз таки отнюк Дака. Да они и в той игре тоже должны были в лейтгейме взорвать это всё. Там Гнар своим дурацким билдом всё испортил. Он должен был спокойно собирать кучу Магреза, либо собирать себе сплитпуш Гнара. Он ни то, ни другое не собрал. Он делал сетап под... Я буду танковать Кайсу. Тебе не надо танковать Кайсу. Тебе надо танковать сплитпушущего Маукая либо сплитпушущего Райза. Вот кого тебе надо танковать. Но по мне, ребят, слишком много ошибок идёт с каждым разом у команды Шарльки. Мне кажется, они с каждым матчем выглядят всё слабее и слабее. Дело вот в чём. Команда Сплайс сейчас говорят нам в открытую. У нас есть Пауэр Пик Грагас, у нас есть Пауэр Пик Моргана, у нас есть Пауэр Пик Кассиопея, у нас есть Пауэр Пик Райза. А у вас нет ни черта. У вас есть Эзз, которого мы легко просто любым нашим адекере убиваем. У вас есть Попи, с которым мы справились через Сиона. У вас нет джанглера, он ни на одном чемпионе нам не угрожает и ваш мидер тоже нам не особо угрожает. И команда Шальки 0-4 осталась вдвоём. Тренер всех остальных игроков только что убил. Ну что же, 2 в 5, конечно, будет тяжело играть в следующую партию, но мы посмотрим на это.